Всем привет! Давайте в этом видео рассмотрим, как поменять позу, не прибегая к зе сфере. Как это можно сделать? Быстро, просто. Давайте посмотрим сетку. Она у нас однообразна. Что можно сделать? Можно сделать вот такого робота, раздвинуть ему руки. Можно руки вытянуть в стороны, сделать игровую модель и так далее. Разберем на самом сложном примере. Вот на таком. Мы хотим поменять позу. Что нам нужно сделать? Есть модели, которые идут уже с саптулами разбитые. Получается разная сетка и если использовать сплит, можно все это разъединить по саптулам и потом с ними работать. Но если у нас все однообразно, что нужно делать? Выставляем вот так вот модель. Наносим сетку. Делаем Ctrl W. Вот вы видите, появилась полигруппа. И так же продолжаем делать с другими частями. Если вы где-то зацепили, то возьмите и сделайте Draft Size уменьшите, поработайте Ctrl Alt. Вот так вот. Очистите, чтобы не было вот этой вот другой полигруппы на других деталях. Вот так вот. И вот так вот можно чуть-чуть ее почистить. Опять же уменьшим Draft Size. Вот так. Означаем опять полигруппу. Точно так же мы проделаем все это с ногами. Можно использовать в маске LASSO. Вот так вот и можно выделять. И подгонять тоже. Когда мы полностью вот так вот модель разбили на полигруппы, заходим в Subtools и жмем Split. Go Split. Ок. Наши Subtools разъединились. И теперь что мы можем с ними делать? Вот теперь мы можем работать с ними отдельно. Это получается, работать можем с ротацией. Ногу можем вот так переводить, но нужно чуть-чуть будет ее поправлять. Потому что она будет все равно двигаться. Отдельно где-то будут казусы. Ну, они не столь важны. Вот можно сделать вот так вот. Теперь можно вот работать полностью вот с этим Subtool. Чтобы он меньше двигался, можем еще назначить полигруппы. Вот так вот. Чтобы нам это все не мешало. Или хотя бы просто замаскировать. Чтобы они не двигались. Так. Теперь очищаем вот эту часть. Можем ногу вот так вот выделить. Теперь давайте поработаем с ногой. Опять же ротация. И можем ее вот так вот вытянуть вперед. Вы видите, что какие-то части у нас не выделены. Значит, надо повторить. Сделать вот так. Или потом объединить, если они отдельно идут. Вот вы видите, что здесь отдельно они пошли. И на Subtool'ах можно с этим Subtool'ом ноги их просто объединить. Так. Что еще можно сделать? Также мы можем повернуть голову. Вот так вот ей работать. Можем голову направить вперед. И подтянуть мов. Вот так вот. Вот уже голова будет опущена в другую сторону. Теперь можем поработать вот с этой рукой. Как это все делается? Когда мы замаскируем вот эту часть. Главное, чтобы локоть не двигал, ну, не был выделен. И теперь давайте опять ротации. И вот так вот ее поставим. Снимаем выделение. Вот так вот у нас все получилось. Теперь мы можем найти вот эту руку и поработать с ней. Мы ее давайте опустим вниз. Опять же, используя ротацию. Вот так вот. И опять же, мов подтянем вот сюда. Вот так. Вот вы видите, что происходит. Теперь можно даже вот эту вот часть руки мы можем приподнять. Опять здесь замаскируем верхнюю часть, а верхнюю так вот приподнимем. И, используя мов, подведем на локоть, чтобы он был смещен правильно. Так. Все. Вот так это все происходит. Вы видите, что рука чуть разорвалась. Это не беда. Мы можем ее вот так вот подтянуть и потом подправить. Так, что еще можно сделать. Давайте я покажу на примере железного человека. Вот вы видите, что у него руки объединены. Как это можно сделать? Мы нажимаем Ctrl-Shift. И вот так вот. Альтом удаляем руки. Надо все это делать как можно аккуратнее, чтобы не залезть на другой саптул. И вот так вот. Потихоньку все это удаляется. Теперь мы можем все это сделать. Делл Хидден и Клосс Холлс. Все закрывается. И мы можем продолжать теперь работать точно так же с руками. Выделять их. Менять им полигоны. И все. И работайте на здоровье. До свидания.